В видео напряженный финал в одной из дисциплин на так называемых Олимпийских играх по-русски побит рекорд синхрониста Мальцева. Андрюс Можейко был заявлен, как Андрюс Мозейко победил в дисциплине Карэш, куда не пришел ни один спортсмен, включая самого победителя. Но это еще не все. Как указано на сайте игр Брикс, Можейко был единственным спортсменом из Литвы. Первый бой на стадии четвертьфинала он проиграл борцу из Казахстана, поскольку не явился на состязание, в результате чего вылетел в утешительную сетку турнира. Впрочем, на видео боя Можейки тоже нет. В утешительном поединке литовцу достался румын, который также не появился на соревнованиях. Судьи присудили победу Можейке, благодаря чему он вышел в финал, где боролся за третье-пятое места. Здесь литовец проиграл представителю Кыргызстана. Найти видео этого поединка, чтобы понять, был ли на нем Можейко не удалось. Андрюс Можейко — это реальный борец из Литвы. Литовское издание ЛРТ пыталось связаться с ним, чтобы узнать, участвовал ли он в играх Брикс, однако дозвониться не вышло. В Федерации борьбы Литвы сообщили, что никто не делегировал спортсмена на соревнования в РФ. Тренер спортсмена в Литве Сергей Косымов также сообщил ЛРТ, что Можейко уже три года не тренируется из-за травмы спины и не мог поехать в РФ. В итоге никакой Можейко и тем более Мозейко не приехал на игры Брикс, но все равно победил, потому что организаторам нужно было отчитаться, что соревнования международные. И даже литовцы приезжают. Соревнования на две недели объединят более трех тысяч атлетов из почти ста государств мира. Ну а гонорар за победы могут поделить между собой продолжатели дела великого Мутко. Томоро, ну, Томоро, это будет Евро Ассоциейн. Мы же, будет рекомендейшн Национал Ассоциейн за Евро. Мы без. Объявляю спортивные игры Странбрикс 2024 года открытыми. Это какой-то позор. Спорт вне политики. Любой спорт должен оставаться вне политики. Нам не нравится, когда спорт в спорт политика не драется, правильно? Правильно. Ну только когда это касается наших спрашнем. О том, что спорт вне политики, кремлевская пропаганда и чиновники любят повторять при каждом удобном случае. Особенно активно эту тему футбусирует в преддверии международных соревнований всех калибров. Но так ли это? Действительно ли российский спорт так аполитичен, как об этом заявляют пропагандисты? Попробую разобраться. В России начало вещание новый телеканал Матч ТВ. Он создан по обручению Владимира Путина для популяризации спорта в стране. Матч ТВ запустили в 2015 году на базе НТВ+. Его владельцы, госкорпорация Газпром Медиа, обещали создать новое спортивное телевидение, какого еще не было в России. Руководителем назначили Тину Кандилаки. Журналистка годами транслировала прокремлевские нарративы, а в 2022 поддержала российскую войну в Украине. За что и оказалось под персональными санкциями Запада. Возможность показывать самые знаковые спортивные события. Запускали Матч ТВ на фоне только набиравшего тогда обороты допингового скандала, в результате которого Россию лишили многих наград в Сочинской Олимпиаде, а позже вообще отстранили от участия в международных соревнованиях. Регулярные трансляции чемпионатов мира и Европы по футболу, хоккею, гран-при Формул-1 и многое другое должны были создать видимость, что ничего особенного не происходит. Матч ТВ долгое время играл роль такой нормализации действительности. Как и другие телеканалы федерального уровня, Матч ТВ быстро превратился в инструмент политической поддержки правящего режима. В 2020 году канал открыто рекламировал поправки Путина в Конституции, позволившие ему снова перезбраться и продлить свои полномочия еще на два срока. В конце 2021-го в сетке вещания появилось ежедневное политическое ток-шоу «Есть тема» с теми же месседжами и гостями, что и на других каналах Федерального ТВ. У нас свой русский путь, и мы не должны под кого-то еще погибаться. Сербия наши братья, братья на века, как они говорят. Хосов — это Сербия, Крым — это Россия, Донбасс — это Россия. С началом полномасштабного вторжения в Украину, Матч ТВ стал еще более политизированным. Например, во время трансляции футбольных матчей глушил кричалки про Путина и не показывал сине-желтые логотипы. В эфире есть тема сборной Украины по футболу сравнили с дивизией СС, а ее болельщикам предложили отправиться в АД. Для меня сборная Украины по футболу у меня такая же дивизия СС мертвая голова. Что я думаю про это? Я желаю, чтобы она сгорела в АДу. Со всеми теми, кто ее поддерживает. Я желаю признавать, что в самой России он уже давно превратился в инструмент государственной пропаганды. Нам давно уже говорили, что вот не политики. Если у кого-то были какие-то иллюзии, то они просто вот рассыпались. Гонения на российский спорт, они начались еще до начала специальной военной операции, как раз там где-то в 14-й год. Западный мир, он уже давно куплен, он настроен против нас. Под гонениями на российский спорт госканалы понимают как раз мировую реакцию на массовое применение допинга, которое открылось после Олимпиады 2014 в Сочи. Эти игры по задумке должны были повторить в Советскую Олимпиаду 80 и стали визитной карточкой Путинского режима, попытки доказать всему миру лидерство России. Олимпиада в Сочи в России изначально задумывалась как триумф российского спорта, чтобы показать всем, что мы супердержава во всех смыслах этого слова, у нас одни сплошные победы. В результате триумф обернулся всемирным позором, пусть и не сразу. Скандал вышел грандиозный. Первоначально, завоевав 13 золотых наград, Россия заняла первое место в командном зачете. Из-за допинга российских спортсменов лишили трех золотых и одной серебряной медали. Россия потеряла лидерство, пропустив вперед себя Норвегию и Канаду. Кремлевский пропагандисты, конечно же, усмотрели в этом русофобию. Совершенно очевидно, что весь большой спорт построен на фарме. Абсолютно. Это допингом этим балуются все. Но в случае западных спортсменов не замечает никто. Уже справка есть. Да, у них правки что-нибудь западные. И можно, они люди первого суток, а в случае российских спортсменов дискуссируют с вами командами. Действительно, на допинге ловили и ловят спортсменов из других стран. Но только в России, как показало расследование всемирного антидопингового агентства, дело было поставлено на поток и поддерживалось государству. Для всего мира объединение в допинге, особенно в спорте. Это очень и очень серьезное обвинение, которое просто так не отмахнется. В России их призваны виновными в употреблении допинга. Тут же он позывает героями и говорят, что против них объявлен правля. Опять же, кто-то не хочет видеть большую и сильную Россию. Допинговый скандал в Сочи 2014 надолго изменил отношение мирового спортивного сообщества к России. Национальные сборные были отстранены от соревнований. Те, которые выпускали на последующей олимпиады, могли выступать только в нейтральном статусе. Демонстрация российского флага и исполнение гимна были запрещены. Вскоре международные санкции за допинга сменились санкциями из-за развязанной Кремлем войны против Украины. Вы хотите Киев за три дня? Мы рисуем картину мира, чтобы взять его. После начала полномасштабного вторжения в Украину, многие западные спортивные федерации прекратили сотрудничество с Россией. Со стороной агрессоров никто не желал иметь дело. На следующий день после вторжения, 25 февраля, Россия лишилась финала футбольной лиги чемпионов, который должен был состояться в Петербурге. FIFA и UEFA объявили, что все российские команды будут отстранены от любых международных соревнований на неопределенный срок. Также UEFA разорвала контракт с Газпромом, одним из своих главных спонсоров. Международная карьера большинства российских спортсменов поставлена на паузу. Некоторые российские спортсмены иногда все же попадают на международные соревнования, и нередко это заканчивается скандалами. То российский гимнаст выйдет символом войны, Z, на форме. То украинская фехтовальщица откажется сжать руку сопернице, представляющей страну агрессора, чем вызовет бурю негодования в студиях российских пропагандистских топ-шоу. Ольга Харлан, это украинская, она не только не поприветствовала после поединка нашего, когда наша Анна стала подходить к ней, она выставила шпагу. То есть утверждение «спорт вне политики» снова не работает. Против участия России в Парижской Олимпиаде этого года выступили 35 стран. Мэр французской столицы Антель Дальго также заявила, что российским и белорусским спортсменам в Париже будут не рады. Несмотря на протесты, МОК допустил отдельных российских спортсменов к играм в нейтральном статусе. Главное требование — ни сами спортсмены, ни их тренеры не могут поддерживать так называемую СВО. Совершенно понятно, почему сборная России не может выступать на Олимпиаде под своим флагом. Российская пропаганда по привычке отреагировала крайним возмущением. Ведь это так удачно вписывается в Кремлевский нарратив про русофобию и отмену всего русского на Западе. Нет, ни флага, ни гимна, ни нашей делегации. И спортсмены ходят с каким-то непонятным, похожим на желтную звезду, эмблемочкой. Какое-то выкристаллизованное унижение. Мне кажется, что зачем, ради чего? Нам нужно, безусловно, уничтожить вообще Олимпиаду в нашей крайней мере повестке. И не должно быть. Пропагандисты призывают уничтожить Олимпиаду. Уверяют, что без нее российский спорт ничего не потеряет. Ладно, чиновники и политики одно дело. Но, по-моему, у нас, когда бывшие спортсмены говорят о том, что ехать на эту Олимпиаду не надо, потому что вот такие условия стоят для российских спортсменов. Но при этом Олимпийские игры — это вершина достижения, может быть, для любого спортсмена. В русле пресловутого российского импортозамещения государственные чиновники придумали даже собственный альтернативный вариант в пику Олимпиаде. Так называемые «Игры дружбы». Их собирались провести в Москве и Екатеринбурге в сентябре этого года. Указ об этом подписал президент, а парламент принял закон. Но внезапно передумали, и игры, похоже, переносятся на неопределенный срок. Вместо них в июне России проводят в Казани игры «Странбрикс». Они нам завидуют, я вам точно говорю, я знаю, что я говорю. Нам и сейчас завидуют, иначе бы они лезли к нам. В этом все дело. Но пусть потренируются.